Всем доброго времени суток, с вами Лисна Роуз. Ну что, соскучились по трём инди-хоррорам? Признавайтесь. Ну соскучились же, ну соскучились, ну ждали, ждали, когда же будет три инди-хоррора. Я нашла сегодня три коротенькие игры. Надеюсь, как минимум одна из них будет упоротая, судя по тому, что я видела по скриншотам. Первая игра называется Dark Hotel, и она весит больше всех, прикинь. Эта игра ещё собирает на себя 50 долларов. Я уж не знаю, что там разработчик планирует, возможно, он хочет её выпустить в Steam, и для этого он собирает 50 долларов, или для разработки. В общем, пока до конца неизвестно, что там будет, короче. Ну, тёмный отель. Так, тёмный отель. А графон-то ничего такой. Так, ну отельчик так себе. Номер, если, конечно, посмотреть. Единственное, знаешь что, не хватает угла обзора. Как будто очень, очень узкий угол обзора. Это можно, а, выглядывать. Только в одну причём сторону почему-то можно выглядывать. Видимо, у него немножко шеи. А, нет, я думала, шею прострелила налево, повернуться не можем. Так, значит, ну такой себе номерочек. Ну, чисто, ты знаешь, вот чисто переночевать. Ещё непонятно, нафига мы сюда приехали. Ну, да ладно. Не будем задаваться этим вопросом. Что тут? Можно присесть? Можно. Бегать? Ага, бегать нельзя. Что значит, что нельзя бегать? Значит, нам и не придётся бегать. Всё, мои хорошие, расслабьтесь. Просто расслабьтесь. Бегать не придётся. Так, возможно, надо что-то открыть. У меня просто закрыта дверь. Может, нужен какой-то ключ? Так, какая-то фотка. Ага, фотография. Вау. Кто-то хотел быть фотографом, но жизнь завернула не туда, верно? Ну, тут ничего интересного. Хорошо, это мы взяли. Так, а выйти-то как? А вдруг я бургер хочу? Или лёд? Может, ключ где-нибудь валяется? А? Чё? А, туалет. А чё, свет погас и в туалет сразу? Да-да? Так, дверь закрыта. Если вы меня выпустите, я может... А, всё, нормально. Всё, нормально. Всё, всё. Так, я с радостью. Меня не выпускают. Если бы я хотела, я бы уже вышла, если бы я могла выйти. Вы такие интересные, типа. Постучались. Ну, так и откройте тогда. Можешь позвонить на рецепцию, сказать что-то... Во-первых, номер говно. А во-вторых, выпустите меня, пожалуйста. Может, тут ключи-то должен быть? Мне показалось, дверь закрыта, потому что ключа нет. Может, магнитная карта должна быть. Ну, выпустите. Обожаете хорроры, когда ты как дурак тыкаешься в одной комнате? О, нихера себе, здрасте. О, шесть! Дней? Шесть. Людей? Шесть. Чего, шесть? Шесть, говорю. Хочешь, вместе потанцуем? Я не против. Будем танцевать? Не будем? Так ты мне еще и пол чем-то заговнякала. Это нормально, по-твоему? А убирать кто будет? Потом же на меня все, наверное, навешивают. Цифра... Вау! Видал? Вот это высокая женщина! Ты откуда вышла? Из стены? Вот это высокая женщина! Наверное, тяжело парня искать с таким ростом. Интересно, парни любят сильно высоких женщин? Или как-то, знаешь, так вот, типа, не особо, ну, недолюбливают? Не знаю, мне кажется, почему-то у многих парней есть какие-то комплексы, знаете, чисто. Они не могут с очень высокими женщинами встречаться. Я вот не знаю, почему. Странно. Еще так темно. А куда я должна идти? У меня ключ какой-то есть. Шесть. Может, мне пройти надо дальше? А вот, смотри, номер. Но это не похоже на шесть. Но если сложить эти цифры, то получится шесть. Не такая логика. А может, вниз? Подожди, рано, рано. Давайте не пойдем пока вниз. Может, просто номер есть какой-то шестой? Да нет, тут вроде все. Стоп. Опа. А, нет, закрыто. А, это мой номер и был, наверное, да? Я, наверное, оттуда и вышла. А у меня есть какой-то инвентарь, типа. Он мне сказал, инвентарь. А какой инвентарь-то? Я не вижу никакого инвентаря. А, вот проход был. Все, сорян. Так, что это? Что-то светится. Так. Пентаграмма. Ой, как удивительно. Пентаграмма. Я даже не знаю, как так вышло. Пентаграмма. Пентаграмма, это интересно. Пентаграмма, это, конечно, очень неожиданно. Мне вниз? А, нельзя, в смысле. А что ты хочешь-то от меня? Не поняла. Ну, ключ мне дали? Ну, типа. Ключ в инвентаре был написан. А что, как открытый инвентарь? Я бы с удовольствием. Женщина, я согласна найти вам мужчину, вам подстать. Вы такая высокая, красивая. А улыбка-то какая широченнейшая была у нее, видели? Улыбка-то какая была широкая. Широкая и счастливая. Я с удовольствием помогу вам найти пару. Ну, почему так запутанно? Ну, типа, ты сделал? Разраб делает, когда кто-либо делает. Отель, хостел, где миллион дверей. Ну, нужно же предусмотрительно как-то к этому ко всему подходить. Потому что, ну, вот я, допустим, обошла, да? Ну, вот написано цифра 6. Что бы это могло значить? 6. 6 чего? 6 гусей, трусов, ботинок. 6 чего? Ну, 6. Но тут нет комнат 6. Тут, блин, четырехзначные комнаты. Может, все-таки пойдем? Ну, просто логично, что ничего не происходит, да? Просто тут темно, и я не уверена, что... Твою ж мать, я зря только полгода тут тусовалась. Вот же был проход-то, прям перед носом. Черт, раздери. Вот я глупая. Но я не знала. Ну, в смысле, там было наверху темно. Откуда мне было знать, что вниз не темно будет? Вот я говорю, когда разрабы делают кучу дверей, ты как идиот тыкаешься в каждую, потому что ты не знаешь, что от тебя нужно. Так, это что? Комната. О, здрасте. 6. А, ну это моя комната, очевидно. Ну, и что? Очень интересно, у меня есть комната моя, номер 6. И там все еще номер 6. Может, я убил 6 человек? В этом отеле. Она мне, типа, намекает, типа, падла, не уйдешь. Может, дело в этом? Врен поймешь. В комнату, что ли, вернуться обратно? А в чем была логика спускаться вниз тогда? Чего-то вы меня путаете. Вот крутите, вертите, ничего не понятно. Я, конечно, люблю, когда ничего не понятно. В этом же есть смысл инди-хоррора. Чтобы ничего не было понятно. Понимаешь, у заработчика нет времени тебе ничего объяснять. Нужно, чтобы ты срочно обкекался. Ой! Не может быть, серьезно. Может, я убийца, действительно. Вот, я же говорю, труп лежит. И все, да? И все. Это не я была. Я никого не убивала. Быть такого не может. Я вообще сюда, наверное, приехала просто так. Может, я просто какой-то сумасшедший. Ну вот, ключ добавлен в инвентарь. А, вам не видно за моей головой, но это не важно. Ну, нет инвентаря-то. Что за инвентарь-то? Какой? Куда войти? Кого позвать? Ну, два ключа у меня есть. Что теперь? С ними что-то нужно сделать? Может, опять к пентаграмме пойти? Или вниз спустить? А, может, наверх? Пропустила скример! Ой! Вот, блин, простите. Так. О, пентаграмма! Так у меня слишком мало ключей. Для того, чтобы завершить пентаграмму. Нет? Я думала, их нужно штук пять. А, нет, меня куда-то зовут. А что-то какая-то логика тогда непонятная. В смысле, зачем класть два ключа, если этого недостаточно? Вы что-то поняли? Я что-то ничего. Ну, смысл тут точно есть. И что? Вы туда ходите, чтобы я сп... Так я не хочу. А, типа, я шестая жертва, может... Ну, ладно. Как скажете. Ничего не поняла. Вы что-нибудь поняли? Там была пентаграмма. Внутри нее мы положили ключики. Так, один, второй и третий ключик положили пентаграмму. И что? Почему всего два ключа на пять... Ну, на кончике звезд? Почему цифра шесть? Почему мы спрыгнули в мусорку? Может, это какая-то история известная про какой-то отель из серийного маньяка? Обожаю Дихорре реально всей душой. Ну все, класс, поиграли. Посмотрели, очень интересно было. Следующая игрушка называется Burgers and Frichts. Frichts какой-то. Я не знаю, это игра браузерная вообще, прикинь. Тоже браузерная какая-то короткая игрушка. Поздно ночью. Мы поехали за бургером. Или работали в бургерной. И теперь нам пора домой. Так, я еду на велике, если что. Не еду на велике. Ни хрена себе, как быстрая умерла. Слушай, тут еще и управлять надо? Ну ладно. Вообще, поздно ночью на велике ехать. Это вот, ты знаешь, прям как раз вот аварийная ситуация. Стопроцентная. Ну, это же не честно по отношению к другим людям. Несмотря на то, что тут повсюду есть лампочки. Ну, шанс, что в тебя кто-то впилится, ну, очень большой. Если, конечно... А он еще и не облеплен ничем. Ну, это что за сходство? Сходство. Ты что, тебе не стыдно? Облепил бы хотя бы лампочками какими-то. Ну, ничего. Как люди должны догадываться? Объясни мне, пожалуйста, что ты едешь на этом велике. Может, на нем куртка светящаяся такая модная. Знаете, как с Алиэкспресс. Такая серебристая, светоотражающая. Не нравится мне светоотражающая, кстати, одежда. Она так стрёмно выглядит. Как думаете, этот хоррор интересный? Но я первый раз, кстати, играю в браузерный хоррор. Такого я, пожалуй, еще не видел. Так. Не сбивайте меня, лады. Не сбивайте меня, хорошо? Простите. Не сейчас. А, не сейчас? Ну, так если не сейчас-то не сейчас. У игры есть на меня планы. Хорошо. Я просто встукнулась ему в бампер. Еле-еле. Аккуратно, если вы заметили. Супер аккуратно. И умерла от этого. Меня размазало, как котлету по сковородке, да? Ой. Это еще что такое? Чей-то велосипед. Кто-то бросил хороший велосипед на улице, между прочим. Но прицепить нам его некуда, потому что у нас тоже какой-то бомжатский велик. Поэтому, ладно, просто поедем дальше. Это еще что за говно было? Вы это видели? Кто-то не в положенном месте перебегает. Как так можно? Ты что? Через железную дорогу не бегать, не ездить нельзя. Ты что, ты в себе? Ой, что такое? Что? Очень постно. Я должен... Что? Я должен, видимо, ехать домой. А я что сейчас сделала? А что-то не так? Петля какая-то временная или что происходит-то? Так, ну, в общем, внизу тут написано. Игра вдохновлена игрой, которая называется Rides with Strangers. И в каком-то хоррор-фильме от Джона от какого-то. В общем, это вдохновленная игра, понятно? Чьей-то игрой и чьим-то фильмом. Здрасте. Ну, я, наверное, не буду за дедом ехать, правильно? Мы уже в него врезались разочек. Наверное, не стоит еще раз повторять его, как бы, эту судьбу. А что, мне больше за парнем не идти, что ли, за тем, что бежит через дорогу железную? Просто все началось почему-то с... Ноги чьи. Ты знаешь, это не мое дело. Я даже не знаю, кто это. И, ну, надо признать, меня это не интересует. Совершенно. Какой-то человек, да? Да-да-да, это так должно было быть. Это замкнуло нас. Так и должно было быть. Это все правильно было. Мы в каком-то кошмарике оказались. Может, мы уснули на работе? Видишь, и здесь после этого каждый раз все начинается заново. А теперь вообще ничего. Непонятно, что тут написано. То есть каждый раз что-то новое происходит. Какая-то девушка, какой-то чувак, какой-то парень в машине. Связи никакой нет. Ну, серьезно, похоже просто на чей-то кошмар. Интересно, что это за фильм? Я сейчас вот пройдем игру. Я сейчас вам скажу, что это за фильм. Каким он вдохновлялся. Не знаю, что за игра. Поездка с незнакомцами. Мне больше интересно, что за фильм от какого-то Джона. Я не могу промотать вниз, а то сейчас игра вылетит. Какой-то Джон. Видимо, это какой-то, может, старый-старый хоррор. Знаешь, каких-нибудь бородатых годов. Может, какой-нибудь еще черно-белый. Нет, черно-белых хорроров нет. По-моему. Или есть. Я знаю, что первый хоррор был Помидор убийцы. Звучит хайпово, верно? Помидорки убийцы. Но люди тогда знатно перекакали. Вы что думаете? Ох! What the fuck? Ты что делаешь? Не надо! Подумай! Жена всю зарплату, видать, у него забрала. Вот и слетел с катушек. Так, что по велику? Будет здесь опять велик? Потому что с него какая-то женщина раненая явно уходила. В прошлый раз. Но нас должно замкнуть, видимо, опять. Тут еще больше крови, капец. Что происходит? Опять ноги чьи-то. Ну, пока никто не ходит нигде. Смотри, большинка, пока никого нет. Я не совсем понимаю, в чем смысл и что должно происходить. Но каждый раз у нас дорога, во-первых, меняется. И, во-вторых, меня зацик... О, маш... О! Первый раз поезд какой-то здесь едет. Так. Так. Ой, тихо. Что? А что, мне нельзя? Ну, я, наверное, не пойду. Это же тупо, да? Ой, куда ты развел... Опять эта девочка! Я тебе говорю, смотри. Преследует меня, падла. Тебе что-то мне надо-то? Это же не я разбила твой мотоцикл. Ой, твой велосипед. Вообще тут ни при чем. Я просто усталый работник бургерный. Понимаешь, меня нет. Компренде? Ой, что это с ней? Болеет, наверное, чем-то. Так, ну... Чувак, давай! Бежим отсюда. Едем на велике. Велик нас спасет. Мы на велике быстрее любого призрака. Звучит как абсурд? Блин, короче, мне надо объехать эту штуку. Ясно? Она меня просто не пускает. Надо объезжать его было. Я понял, понял. Ну, я не сразу догадалась, во-первых. Это было... То есть мне надо уворачиваться от этого призрака, да? А! Ни хрена! Она еще и по полу ползает. Вы видали? Че за, блин, полоса препятствий? Ну все, отвали от меня. Че я тебе сделал-то? Ну, пожалуйста, выпусти. Хватит. Такая очковая какая-то игра прям для... Игры бесплатной в этом. В... Как его? В компе. В браузере. Да что так долго-то? Мы куда-нибудь уже приедем? Все. Нет? Теперь вообще все перевернулось. Ага, ясно. Видимо, последний цикл этой фигни, да, начался? Ну, что-то в этом есть. Но опять же, классический инди-хоррор. Ничего не понятно. Интересно, какой смысл в это все вкладывают разрабы? Так, что там? Все, видали, все. Все, от человечка ничего не осталось. О, боже мой. Какая странная игра, блин. Но она мне гораздо больше, чем первая, нравится почему-то. Не знаю почему. В ней что-то есть, да? Меня опять никто не пропустит никуда, да? Да что тебе от меня надо? Ты шальная, я же ничего не делала. Так, ну все, через железную... Я доберусь дальше железной дороги, интересно, или что? Я просто все никак доехать не могу дальше железной дороги. Меня все мешает... А, во, все! Все, мы выбрались из кошмарика. Шикарно, ну наконец-то. Я этого и хотела, чтобы мы выбрались из чертова кошмарика. Мне кажется, наш главный герой ни на что так сильно не реагирует, потому что работает в сфере обслуживания. Слышь, когда работаешь в сфере обслуживания, мне кажется, у тебя уже вообще ничего не удивляет. Призраки, да? И ладно, главное поспать. Главное поспать. Или просто сожри меня. Так, повсюду глаза на меня, что ли, смотрят, да? Там машина какая-то меня преследует. Нет, это опять этот мужик... Мужик, да. О, зубья! О, май гад! Что? О, ха-ха-ха! Это что такое вообще? What the fuck? Окей, пожалуй, эта игра самая упорота из всех, что нам сегодня будут попадаться. Мы еще, правда, следующую не посмотрели, но это прям... Это сильно. Аж наушник у меня выпадает от неожиданности. О, боже, как узко! А? Все? Мост закончился, да? Все, да, меня больше никто не преследует. Хорошо. Мне кажется, ты что-то сделал, главный герой. Ну, серьезно, ну, ты посмотри, слишком доставучий призрак попался. Он ж прям приклеился к тебе. Это опять не все? Что-то... Что-то я не пойму вообще. Слушай, может, стоит себя щипнуть или сброситься? Ну, типа... Ну, потому что, очевидно, мы тут надолго. Опять ты? Ну, хорошо, я поеду за тобой. Ты же хочешь, чтобы я ехала за тобой? Ну, потому что ты мне шансов никаких не даешь, поэтому поеду за тобой, что уж теперь... О! Что? Мать... Что это? Ты это тоже видел сейчас? Ты видел это? Я это видела, а ты это видел? Оно было прям на... На огромном туннеле. На велике можно или на велике запрещено? А, на велике запрещено, видимо, этот знак означает. Или что это означает? Знак треуголь... Ага. Что за знак треугольник? Вот... Я забыла... Забыла зачем это? Что это? Это что-то должно значить. Предупреждение, может быть, не запрещено? Запрещено, это перечеркнуто. А это значит, берегись, велосипедист. Или вход велосипедистом ограничен. Что такое? Оооо! Нихрена, смотри! О, нет! Оно хочет меня сожрать, и оно меня сожрет. Ооо! Мы можем успеть! О, боже, мы можем успеть! Мы можем успеть! Смотри, нам дают спастись! Оно быстро, быстро, быстро так! Твою мать, одни веселые... Велосипедисты! Что же за... Нахрен-то такой? А? А? Пожалуйста, дайте мне сбежать! Эта хрень меня убьет! Вы-то уже мертвы, вам-то без разницы, а мне-то нет! Все, пацаны, не едут! Значит, мы валим отсюда, да? Вау! Она мне фигу показала! Ай-яй-яй, из стены! А! Да пожалуйста, господи, хватит! Все? Опять эта машина едет! Да твою ж ты налево! Я ничего не слышу вообще! А что? В этот раз-то мы съедем! Мне кажется, все... Мне кажется, мы не уедем больше никуда! Все, нас так тут и оставят! Очень поздно, очень поздно, говорит! О-о-о! 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 Ой-ой-ой! Это серьезно? Что это такое? Вау! Какая тяжелая наркомания началась! Ага! Пацаны, вы кому поклоняетесь? Я заплачу больше! О! Какой-то трон! Мы едем к какому-то трону по всей виду! Смотри! Видишь, видишь? А, нет, это типа выход! Только нам не дадут в этот выход! Это цепи? Ага, да, цепи! И вот это вот создание, да! Так! Ты типа меня не выпустишь! А почему? Достаточно, говорит! О-о-о! Вот это, да, видали? И все, девочка стала нормальной! И он его сожрал! Ни хрена себе сюжет! Ты тут... Ты, короче, не отсюда! Ты... Ты... Ты этому месту не принадлежишь! Что, рыли? Ты меня прямо отпустишь? Ты тут... Ну, окей! Меня спасли? Я жива? Я жива? Все? Это мы сбили эту девочку! И это тот самый мужик, это мы! Девочку забрал какой-то сатана, но это мы ее сбили! Почему нас тогда не забрали? Чтобы мы мучились? Может, мы сбили плохую девочку, раз она оказалась в плохом месте? Приятного аппетита! Спасибо! Это было так странно! Просто капец! Я вообще ничего не поняла! Вы что-нибудь поняли? Я нет! Но это было интересно! Так, ну и последняя игра на сегодня называется Баф Импостер! Вообще-то она... Импостер! Она находится на полном серьезе в графе хорроров! Ну, то, что я вижу, это уже, конечно, максимально эпичненько! Ну... Ну, давайте! Ой, 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 ой! А что с сенсой? Ой, все! Так, и что я должна делать? Ты должен найти молоко! Молоко? Нашла молоко! Одна часть... Go back! Хорошо, спасибо! Одна часть из двух! Молоко! Я думала, вот это будет упоротое, ну, чисто! Лабиринт постоянно меняется! Возьми-ка ты молоко! Возьму-ка я молоко! А что будет, если я возьму молоко? Я победила! Типа, возьми молоко, ну я... Ой, мать моя! Ого! Нихера себе! Он несется за мной! А! А, боже, тихо-тихо! Стены восстановились прям за ним! Так, чертов импостер, я тебя обгоню! А, он как Халк, блин, выбивает все за собой! Может, это Халк? Слышал что-нибудь? Конечно слышал! За мной же несутся! О, нет! У-у-у! Что ты там орешь-то на меня? Я ничего не знаю! Эх, вот это мне дали! Шары по шарам! Это не считается? Как это не считается? Я же потеряла одно ХП! Как это не считается? Молоко! Да ты что, еще и лабиринт! А, нёп, говорит! Прикинь, нет! О-оу! Он бежит за мной! Бежит, бежит! Что это такое нахрен? Глаз! Кажется! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Я ни одного молока не вижу! Как много фотографий этого типа! Он так себя... Твою мать! А, перестань! Бегу-бегу! Ой-ой-ой! Может, дать ей? Я думала, ему надо дать молоко! Я уже обрадовалась! Он от меня отстал! Он от меня отстал! Он от меня отстал! Все-все-все! Он бегает за стеклами! Он повсюду здесь бегает! Что происходит вообще в этой игре? Ах ты собака такая, а! Так! Я найду молоко! Да иди ты в задницу! Боишься? Ну как, нет? Вам же честно! Он найдет тебя! Конечно, он найдет! Блин, он же вышибает дверь! Да твою мать! Нашел меня! Слишком быстро ищет! Нужны какие-то поблажки! Да, реально, глаз пырит, ассарис, следит постоянно за мной! Его глаза повсюду! О, бежит! Молоко! А-а-а! Мне, правда, одно хп осталось, но это не так важно! Мать моя! Мать моя! Быстрее! Молочко, молочко, молочко! Это не честно было! Он просто оттуда как не в себя! Видал? Офигеть! Он просто выпрыгивает со стен, как бешеный! Я, блин, даже сконцентрироваться не успела! Я даже проснуться не смогла! Я даже молоко не поняла, где находится, потому что этот лабиринт меня теряет! Может, это какой-то психологический тест? Типа, боишься темноты? Боишься этого чувака? Так, секунду! А-а-а! Что? А как же мне дальше про... Это стекла! В смысле? Тут закрыто! А, все, не закрыто! Что за фигня, блин? Лабиринт в процессе, что ли, меняется? Я думала, лабиринт просто меняется, а не в процессе! О, спасибо! Спасибо! Офигеть! Этот лабиринт меняется сам собой! Я в шоке! Просто во время твоей, блин, игры! Представляешь? Во время твоей игры! Просто во время твоей игры! Я все еще надеюсь найти второе молоко, хотя бы один уровень пройти! Мое время не пришло! Мое время не пришло! Я еще молоко маме не принесла! О! В смысле? Да что ты телепортируешься? Ты вообще обнаглел! Четы свои подрубилы начинаются! Беги, да бегу я, бегу! Что ты от меня хочешь? Лабиринт! Короче, мне нужно просто от него уворачиваться по лабиринту! Я тебе клянусь, потому что невозможно! Здесь постоянно закрытые двери! Он еще и берет со спины, напрыгивает говно такое! И ты не успеваешь сориентироваться, блин! Меня указывают! Меня к молоку, кажется, ведут! Или обманкой ведут! Прям нет! Это молоко! Прошла! Ну, задумка, конечно, интересная! Ничего не скажешь! Но на хоррор это, конечно, не тянет! Немножечко, пару раз неожиданно было, надо признаться! Но... Короче, фановая просто игра! Ладно, ребят, пишите просто в комментариях, какая из трех вам понравилась больше! Или какая больше вас позабавила! Будет очень интересно узнать! Отдельное спасибо спонсорам канала! Ну, а мы с тобой увидимся в других роликах! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok